Совещание по ликвидации последствий урагана сегодня провел временно исполняющий обязанности главы Чувашии. Михаил Игнатьев поручил завершить восстановительные работы в самое ближайшее время. Информация о ликвидации последствий мощного циклона в правительство республики поступает каждый час. Восстановительные работы сейчас находятся под контролем временно исполняющего обязанности главы региона. Накануне пострадавшие районы направили десятки аварийных бригад. Мы беде людей никогда не оставляли и не будем оставлять. Самое главное, нам надо сейчас комиссионно обследовать все эти учреждения социальной сферы, потому что есть пострадавшие здания, сооружения социальной сферы, учреждения культуры. Больше всего из-за урагана пострадала школа в селе Татарские Сугуты. По расчетам ее ремонт завершится через две недели. Но учебный процесс решено не прерывать. На время детей перевели в другие школы. Слава Богу, никто не пострадал. Ни население, ни школьники. Занятия сегодня отменины, а с завтрашнего дня они будут продолжены в соседних школах. Ближайшая школа Сугутская находится в 6 километрах. Проектная мощность 250. Сегодня в этой школе обучается 208 детей. Здесь объем небольшой, но есть возможность где-то после 10 все равно часть детей подвозить. Или один-два класса во второй смену. Или после 10 подвозить. Тем более у этой школы есть школьный автобус. Алманчиковская школа находится в 4 километрах. Это проектная мощность 280. 120 детей. Здесь уже резерв большой. Школьный автобус тоже есть. Тоже сегодня отрабатываем варианты, куда никого возить. В ближайшее время предстоит выяснить, соблюдались ли при возведении здания школы строительные нормы. Эту работу Михаил Игнатьев поручил профильным министрам. Проверим все-таки по тропильной части, по техническим характеристикам, которые должны были быть выполнены. Эту работу проведем полностью и свои рекомендации тоже для скорейшего восстановления также дадим. Если какие-то нарушения есть, то в заключении комиссии, которые там участвуют, и проектанты, и сами строители, открыто, четко должны признать, что вообще-то это кто. Они же гарантию на им давали средней организации, да? В 2013 году, да? В 2013 году. Финансовую поддержку окажут всем пострадавшим, семьям, которые не успели оформить страховку на свой дом. Средства выделят из бюджета региона. Медрик Валев и Александр Петров. Республика.